А теперь давай вернемся к началу, потому что в ролике 4 года назад он планировался как короткий, поэтому не было места. И я не спросил тебя, о чем, наверное, интересно всем вообще, кто ты такой, откуда взялся, ну и как в итоге тебя занесло в Индонезию. Ну что ж, Индонезия это, пожалуй, хобби. Дело в том, что с детства интересовался биологией и на данный момент специальность моя связана с биологией. Интересовался флорой, фауной мировой и, в общем-то, просматривал большое количество видеофильмов, документальных по телевизору, значит, читал большое количество литературы. Ну и мы прекрасно представляем, что на таких островах, как Камода, Ява, Суматра, Суловесия и Новая Гвинея присутствует большое количество эндомичных видов, интересных видов флоры и фауны. Ну и, в общем-то, впоследствии-то оказалось, когда я вырос, да, я осознал, что все эти острова находятся на территории одной страны, Индонезии. Вот так вот постепенно, вот появился интерес к Индонезии, постепенно рос. Ну, а впоследствии было желание, мечта, да, заглянуть в Индонезию. Значит, когда я заглянул, я осознал, что, да, это то место, где хочется пожить, не просто бывать, а пожить. Пожить с целью открывать для себя Индонезию. Вот, собственно, это стало целью последних лет, открывать Индонезию. А перед, перед 2018 годом я решил открывать Индонезию несколько другим путем, продолжительно, достаточно детально. И решил объехать Индонезию. Всю, не добавляю этого слова, всю, да, всю, наверное, невозможно. Но объехать, в общем. Каждый для себя, может быть, понимает, как это объехать. Вот, для того, чтобы объехать и, значит, делать это не спеша и детально, как я выразился, я выбрал транспорт-велосипед. Ни скутер, ни мотоцикл, ни автомобиль, потому что на таких видах транспорта будет достаточно. Извини, Эдуард, на секундочку перебью. А расскажи немножко о своей жизни на Бали до всего этого. Как вот на Бали-то тогда? Да, да, да. В самый первый раз. Когда, почему, на сколько? На самом деле, несмотря на то, что интерес к биологии, на Бали я попал благодаря интересу к серфингу. Я спортсмен и, в общем-то, привлек такой вид спорта. Вообще, для меня, конечно, серфинг – это не вид спорта. Сразу же поправляюсь. Это… Образ жизни. Образ жизни, состояние души, единение с природой. Ну, для меня единение с природой. Снова мы выходим на природу, мою любимую. Вот. Но вот именно интерес к серфингу побудил меня заглянуть, как я говорю, на Бали на две недели. Это был 13-й год, 2013-й. И это была, ну, такая своего рода миссия разведывательная. То есть, окей, я приеду на Бали для того, чтобы обучиться серфингу и им заниматься, да. Но в то же время я хотел разведать. И за две недели пребывания, ну, как я всегда выражаюсь, я успел повидать то, что люди, живущие здесь, за два года не успевают, да. Это вот за две недели было. Тогда я осознал, да, я перееду именно с целью жить. Не бывать здесь, а жить и впитывать всю эту атмосферу, которая присутствует, потому что мне понравилось, и я знал, что мне понравится. И разведка была даже не с той целью, чтобы выяснить, понравится или не понравится, а скорее просто убедиться, что ли, или собрать сведения, да, как дальше действовать, скорее так. Ну, в общем-то, затем у нас 14-й год. Я переезжаю в октябре на Бали, и прожил я до апреля 16-го года, полтора года. Присутствовал серфинг. Помимо, я открыл для себя другие в себе возможности, да. Это интерес к педагогике. Может быть, слышать странно, но, да, я делал здесь, значит, создал такую группу, да, это, как я говорю, образовательное, познавательно-образовательное, да, такой кружок для детей биобалий, проводил уроки биологии. Мы же там первый раз и встретились, мне самому было очень интересно. Да, кстати, кстати, первый раз мы познакомились, встретились, да, встретились. Это был семинар... Кстати, в этих же краях, где-то вон там. Да, 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 где-то там. Это был второй мой семинар змеиный, да, у меня, значит, здесь в Индонезии, даже не Бали, говорю, а в Индонезии, да, гораздо интереснее работать со змеями. В детстве был интерес, содержал змей, но одно дело Россия, где... Ну, не берем Дагестан, да, берем мою родную Воронежскую область, там, европейскую часть России, ну, четыре вида змей, два ядовитых, два нет. И здесь десятки, да, вот, и сотни. Пусть на Бали возьмем семь видов. И, конечно, гораздо было интереснее коммуницировать, работать со змеями. Здесь я создал так называемые змеиные семинары, на которых знакомил взрослых, детей, экспатов и туристов с тем, что это за животное, как себя вести с ними, учитывая, что змеи на Бали постоянно заглядывают в гости, да. Вот, собственно, обучал, информировал, просвещал русских людей о том, как себя вести с ними, чтобы не навредить ни животным, ни себе. Вот, это вот были змеиные семинары. Плюс, изначально этот интерес с детства был к океану и к подводной жизни, дайвинг, значит, передачи Жак и Факусто, подводная Одиссея, да. Но на Бали проснулся интерес, появился интерес к вулканам. С тех пор, естественно, активно начались восхождения на вулканы, и сейчас в копилке около 35 восхождений. В общем-то, все самые высокие, первые пять, пожалуй, значит, я взобрался, да, на вершины. Вот, а вулканы для меня, конечно, это гораздо больше, чем горы, чем просто горы. В горы я не могу сказать, что я хожу в горы, я взбираюсь на вулканы. И в рамках первого путешествия 2018 года, велопутешествия, да, параллельно еще взбирался на вулканы, что, в общем-то, непросто. Поэтому в рамках второго путешествия я уже восхождение отложил. Можно, конечно. Почему ты Патрик? Почему Патрик? Ты же Миклуха Баклай, всем говорил, что он шотландец. Он всем говорил. Ну да, кстати, да, да, да. Ты у нас, получается, ирландец. Получается, получается так. Дело в том, что у меня кумиром является для меня Патрик Свейзи, голливудский актер. Он известен не только как актер, но и как танцор. Но в свое время я тоже увлекался танцами. И в свое время для танцев был выбран сценический, да, псевдоним Патрик. Пусть для Патрика Свейзи это имя, но для меня это оказалось фамилией. И Патрик продолжается и Кусейзи? Мой Патрик продолжается, продолжается. И следующим пунктом, этапом в Индонезии это будет остров Калимантан. Третий по величине. Да, 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 в мире, да. Сочувствовать.